приветствую всех на канале меня зовут наталья и сегодня у нас второй урок по коробке мы обрабатываем с вами коробку изнутри если вам интересно оставайтесь со мной приступим внешнюю часть коробки мы с вами сделали сейчас будем делать внутреннюю часть внутренняя часть коробки чертеж чертится также только диаметр у нас будет не 14 сантиметров а будет поменьше примерно 13 4 13 5 сантиметров это в зависимости от толщины вашего картона следовательно радиус примерно 6 и 7 и высота коробки будет не 9 сантиметров а 8 сантиметров я это сделаю в ускоренном режиме а для тех кто не видел оставлю ссылочку на первый урок в ускоренном режиме 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 в ускоренном режим Продолжение следует... Так же, как и в первом случае, мы обрисовываем наше лекало и оставляем припуск 2 сантиметра. И продолжаем работу. Начертили, вырезаем. Продолжаем работу. Как и в первом случае, нам надо проработать сгибы. Поэтому прикладываем линейку и один раз проводим ножом. Это можно делать неострой ручкой. Или вот я взяла ножик, но только один раз. Иначе вы прорежете картон. И прорабатываем все сгибы. Вот у нас получается, мы будем собирать коробку. Но в этот раз коробку надо подклеить изнутри, не снаружи. И чтобы сделать это, нам надо закрепить внутреннюю часть вот здесь. Это можно воспользоваться клеем. Можно скотчем нанести клей сюда или наклеить скотч. И затем вот так приложить и все подклеить. Если это клей, то, конечно, дать клею высохнуть. Если это скотч, то можно работать дальше. Я воспользуюсь скотчем. Я наклеила скотч на три стороны. И чтобы у меня не наклеилось одно на другое, я сниму защитную пленку и подклею на другие стороны. И затем также сниму защитную пленку. И продолжаю работать. Ну вот, я приклеила скотч и на середину. И теперь укладываю на ткань. И прижимаю, чтобы ткань закрепилась. Середина у нас закреплена. Теперь нам будет легче сделать надрезы. И убираем, оставляем чуть больше одного сантиметра. Лишнее все подрезаем. И продолжаем работу. Теперь делаем надрезы наискосок. Примерно три миллиметра оставляем. Не дорезаем. Продолжаем работу. Теперь мы каждую сторону будем обрабатывать отдельно. Берем кисточку, клей и наносим вот сюда на сгиб. Прорабатываем. Приподнимаем при этом стеночку. И именно в приподнятом состоянии сейчас будем подгибать края. Если мы подогнем края, когда лежит коробка, затем мы поднимем. И здесь получится такой наплыв некрасивый. Поэтому именно так работаем. Наносим по краю клей. И подгибаем. Клей быстро схватывается. Можно даже сюда нанести, чтобы краюшек подклеить. Так же поступаем со второй стороны. Наносим клей. И край подклеиваем. Натягиваем и подклеиваем. Лишнее можно убрать. И все края убираем внутрь. Вот что у нас получается. В следующую сторону наносим клей. Приподнимаем. Если у вас немножко клей просочился, не волнуемся. Когда клей высохнет, его не будет видно. Наносим клей на края. Все подклеиваем. Со второй стороны. Все подклеиваем. Все подклеиваем. не все края чтобы край у нас не торчал чуть-чуть подгибаем его внутрь и вот что у нас получается обрабатываем все края так вот что у нас получается теперь надо отправить коробку сушить если какие-то уголки у вас не подклеились можно их подрезать они не мешали и отправляем коробку сушить когда у нас все высохнет мы подклеим серединку внутрь коробки мои стороны подсохли и я теперь аккуратненько и и пропихиваю можно сказать внутрь и продолжаем и когда у нас одно хорошо села мы отодвигаем стеночки и наносим клей можно много клея не наносить главное проклеить верхнюю часть снизу коробка уже никуда не убежит но в любом случае клей наносим отодвигаем предыдущие стеночки и все аккуратненько подклеиваем где-то у меня здесь вот они были и закрепляем следующую стеночку хорошо все прижимаем и закрепляем выравниваем чтобы стеночки у нас были красивые и продолжаем работу а я думаю моя коробка уже подсохла поэтому все можно снять вот вы видите коробка обработанная таким способом внутри получается очень чистая и аккуратная и очень стабильная надеюсь я вам все объяснила и вы поняли как делать если есть вопросы пишите в комментариях я с удовольствием отвечу а на сегодня все творческих успехов вам и до скорой встречи пока пока